Теперь совсем о других новостях. Великолепная четверка из Гелендвагена снова в суде. Золотой мальчик, сын вице-президента Лукоила Руслана Шепсуаров, должен ответить сразу по нескольким пунктам. Его сообщников обвиняют по трем статьям. Угроза применения насилия в отношении представителя власти, публичное оскорбление представителя власти и в преступлении, совершенном в составе группы по предварительному сговору. Перед судом они, конечно, волновались. Вот Шепсуаров придет жвачку своему другу Виктору Ускову, чтобы хоть как-то, видимо, успокоиться. Вокруг толпа адвокатов. Им, кажется, опасаться есть чего. Теперь богатым ребятам грозит реальный срок заключения, а именно до пяти лет заключения, а то и больше. Напомню, 22 числа, 22 мая точнее, на Мерседесе, друзья, двигаясь по Ленинскому проспекту, грубо нарушали правила дорожного движения, транслировали все в перископ, когда их попытались остановить сотрудники ДПС. Молодые люди решили скрыться и несколько часов на высокой скорости носились по Москве, причем не только по проезжей части. Они реально могли врезаться в другие авто и кого-то убить. Главный герой. Хозяин машины, уже было сказано, 20-летний сын вице-президента Лукойла. Зовут его, запомните, Руслан Шамсуаров. Сам он сидел на заднем сиденье, за рулем был его друг. Первое после гонки время он скрывался от следователя, отключал телефон, всячески перекрывался, не выходил на связь. Пришлось даже привлекать оперативные службы и спецоборудование нашли в итоге все-таки. И далее сразу же вкатили 15 суток административного ареста после того, как он скрывался, хотя он отрицал подчинению полиции. А вот и тот самый друг, давайте посмотрим на него, в его глаза. Честные, конечно, глаза, который был за рулем. В суде он оправдывался и пытался скинуть всю вину на своих друзей, которые якобы подстрекали, подзуживали его к нарушению правил. В итоге, когда по телевидению подняла шумиха, он сам первым пришел в полицию. Вину признал, получил те же самые 15 суток. Помимо этого, ему дали 200 часов обязательных работ и лишили прав на два месяца за езду. Без госномеров и водительских прав. Девушка, что сидела справа от водителя, тоже, конечно, та еще персона интересная. Мара Багдасарян, известная как любительница быстрой и неаккуратной езды. Девушка год назад уже попадала в ДТП на Кутузовском и еле осталась жива. Она вылетела в лобовое стекло, и это спасло и жизнь. Ее друг, 18-летний Марик Гальперин, погиб в той аварии. За этот год у нее 130 неоплаченных штрафов. Мара 049. Вот такое вот у нее прозвище. Это ее номер машины. По сути, отсюда такая, скажем, кличка, что ли, или прозвище. Гоняла девушка без прав. Из-за этого становилась героем скандальных репортажей о стритрейсерах. Множество репортажей. Продолжаем список. Виктор Усков. Изначально ему дали 15 суток. Был пассажир во время этой гонки. Он, по словам инспектора ДПС, препятствовал осмотру автомобиля. И при задержании отказался предоставлять сотрудникам полиции какие-либо документы. Всячески грубил. Кстати, Усков был ранее судим. По статье неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. С начала года парень уже успел совершить 23 административных правонарушения. Как видите, у каждого из них просто огромнейший бэкграунд. Продолжение следует...